Девушки отдыхают Насчет того, как слушают мой телефон, в принципе, уже Лайф-Ньюс рассказал, Следственный комитет и так далее, и тому подобное А майор Костомар А это не как слушают телефон, это как крадут номер телефона А ФСБ украло у Бориса Немцова номер? Нет, ну, ФСБ или СКР или еще кто-то, я не знаю, я только знаю, как это делается Делается так 15 сентября был милинг 15 сентября, во время марша Да Нашего марша миллионов Вдруг выяснилось, что люди, которые набирают мой номер Попадают на человека, который представляется майором Костомаровым И майор Костомаров таким нордическим голосом говорит, что Сейчас вот идут следственные действия В отношении Немцова Если он в состоянии будет после этих действий с вами пообщаться, то мы с вами А вы в это время выступаете на марше? А я в это время там на марше выступаю, общаюсь со своими товарищами и так далее Вот, но я не поленился после того, как мне уже 10 человек сказали, что мы на майоре Костомарове почему-то зацикливаемся Вот, я решил взять свой телефон и позвонить на свой номер И фантастическая история, что ответил майор Костомаров У нас с ним состоялся мужской разговор Так, пойдем выйдем С ненормативной лексикой, как обычно и так далее Причем не я первый начал, я просто ответил, так владеющий Но я понял, что они исполняют Они просто крадут мой номер А зачем? Зачем им это нужно? Я думаю, что есть Одна серьезная проблема Чтобы не могли дозвониться в первую очередь родственники и журналисты А также товарищи Чтобы не было коммуникации во время массовых акций Это серьезная история Потому что всякое бывает во время массовых акций И люди звонят друг другу и так далее Вот мне нельзя было дозвониться 15 числа во время массовых акций Это первая причина Вторая причина просто вывести человека как бы из себя Вывести? Поматерились? Поможете поговорить? Нет, я на самом деле, меня уже трудно вывести После всего того, что там происходит со мной Я вам скажу, когда я действительно почувствовал, что они готовы к любому беспределу Это когда во время выборов мэра Сочи в 2009 году Мне плеснули в глаза на шатырный спирт Вот, я шел на пресс-конференцию по поводу нашего доклада Кто плеснул? Нашествия Причем мы их вычислили потом Прямо, вот это действительно были нашествия? Ну да Малые провокаторы? Мы их на митинге видели Мы их вычислили просто Мы их вычислили, более того, их даже сочинская милиция, тогда еще милиция, тоже распознала Другое дело, что как обычно у них есть крыша, была крыша Сурков И Сурков их как-то прятал, естественно, и не дал их в обиду Но мы их вычислили Причем один был... И что сделали? Один... Там была пресс-конференция по докладу Сочи Олимпиада О том, как там людей выселяют Ой, я помню этот ваш доклад Вот, и перед самым началом пресс-конференции они подбежали Один был одет в одежду трансвестита Вот он из Рязани оказался из... А к чему отличается одежда трансвестита от остальной одежды? Одежда трансвестита отличается фриковостью и идиотизмом, если коротко Вот, мы его потом вычислили Его зовут Константин Марков Он нашист из родины Суркова, из Рязани Вот А это не родина Суркова, Рязани? Ну, он там родился в области, в Рязанской Вот, он родился в Рязанской области Пора бы знать, вы же все-таки у него работаете Так вот, все-таки хотелось бы закончить А после того, как они плеснули, они надеялись, что пресс-конференции не будет Тему Олимпиады мы обсуждать не будем В том числе и беспределы, которые в Меретинской долине творятся Вот, к счастью, вода была рядом, поэтому все было в порядке Вы провели пресс-конференцию? Вот, скажите, вы провели пресс-конференцию, все было хорошо? Мы провели пресс-конференцию Потом я лечил глаза И в целом, слава богу, я вас неплохо вижу Вот, и это совершенно замечательно Я вам могу сказать, что они готовы на любые гнусности Там, унитаз, например, на крышу автомобиля могут бросить Так, чтобы пробить там Но мы не будем обсуждать на швисты Вот скажите, вот зачем, вот при всем вашем опыте Вот это колоссально, зачем вы ввязались в координационный совет оппозиции? Вот правда, я этого не понимаю Вот после... Анастасия, было бы странно, если бы вы работали на Раши.ру, это понимали Если бы вы это понимали, вы бы работали на этом, Москва и ничего не делали Нет, мне кажется, я лишь о масштабе Да? Всего лишь о масштабе, да Я понял, значит, ну, если вам... Если вы позволите, тогда это серьезная история Я вам поясню, почему я решил участвовать Это, во-первых, такой оппозиционный парламент В котором люди абсолютно разных взглядов И это первый случай, когда оппозиция оказалась вместе Не потому, что мы встретили друг друга где-то там на Болотной или Сахаровой А потому, что мы решили, что на нынешнем этапе политического развития страны Действия объединенной оппозиции гораздо эффективнее, чем разрозненные действия Второе, меня очень радует, что, несмотря на наши гигантские разногласия и различия Они действительно очень большие Я имею в виду разногласия между либералами, левыми, между либералами Националистами, опять же Да, националистами и так далее Тем не менее, у нас есть общее понимание Общее понимание того, что в стране должна пройти политическая реформа Полномочия президента должны быть резко ограничены Он не может избираться более чем два раза До свидания Причем не более чем на четыре года А не на шесть, как они сами себе продляют полномочия Дальше Он не может формировать правительство в единственном числе В этом должны участвовать парламент Это вот ваша программа, с которой вышли Или это все-таки объединенная такая идея оппозиции Это не моя программа, самая интересная Хотя я ее поддерживаю Это программа объединенной оппозиции Это программа объединенной оппозиции За нее националисты выступают За нее левые выступают, за нее либералы выступают Парламент должен формировать правительство За это подавляющее большинство информационного совета Естественно, у парламента должна быть полномочия парламентских расследований В том числе антикоррупционных Кроме того, мы считаем, что страна не должна быть вот так вот концентрирована и все ресурсы стянуты в Москву. Нужно отдать, в первую очередь, финансы и ресурсы в регионы, отменив эти убогие выборы губернаторов с фильтром. На самом деле, это не отличается от ваших требований, что были на Болотной? Совершенно верно. Смотрите, КС создан для того, чтобы эти требования воплотить в реальность. Требовать уже не надо, все уже ясно. А как собираетесь воплощать в реальность? Куча скандалов. На стадии выборов было очень много скандалов. А вы знаете, у нас скандалов только на кладбище не бывает. Вот на политическом, как в Думе, например, это кладбище, там не бывает скандалов. Но когда вы занимались большой политикой-то... Постоянные были скандалы, потому что была живая жизнь, была демократия, сейчас ее нет. Вы сидите на про-кремлевском канале сейчас. Объясняю, Анастасия, почему я здесь сижу, чтобы вам было ясно. Это будет неприятно, но, к сожалению, правда. Я здесь сижу, потому что рейтинг... Вам. Потому что рейтинг Russia.ru очень низкий. И оппозицию, послушайте, и оппозицию можно пускать на низкорейтинговые каналы. А куда меня нельзя пускать, я вам сообщу. На первый канал, потому что его смотрят миллионов 40 человек, а вас гораздо меньше. На второй канал, потому что его смотрят 30 миллионов человек. На НТВ, потому что его смотрят 25 миллионов человек. На самом деле, очень много на телевидении пускают оппозиции. Так что, Анастасия, если вы хотите быть относительно свободными, вы не должны делать очень популярный канал. Вы делаете его таким, как делаете. Вот чем менее он популярный, тем больше людей из оппозиции вы сможете приглашать без скандала. Так что, скандал это абсолютно ерунда. Были дискуссии по поводу МММщиков, это абсолютно правда. Там была дискуссия по поводу сидящих пожизненно за взрыв на черкизовском рынке. Это тоже правда. Это не скандалы, это проблемы, которые были решены. А с изгнанием того же СИСАК, например, это же тоже есть. Я вам объясню. Дело в том, что люди, которые хотят быть избранными в конце на Совет, они должны были подписаться под некоторыми базовыми принципами. Самый главный наш базовый принцип, знаете какой? Это мирный, ненасильственный протест и действие. Те, которые выступают за вооруженное восстание, те, которые говорят, что надо браться за пруты, за вилы и так далее, они не могли участвовать. СИСАК оказался вне списка ровно потому, что он мирные способы борьбы не приемлет, а приемлет только вооруженные. Поэтому мы его и не взяли ровно потому, что он не отвечает тем требованиям, которые предъявляются кандидатам. Так что никаких вопросов нет. Какие еще вопросы? Кого не зарегистрировали еще? Давайте мы вернемся как-то реализовывать. А я вам могу сказать, кого еще не зарегистрировали. Еще господина Кузнецова не зарегистрировали. Это человек, который по жизни сидит в тюрьме, за взрывы на черкизовском рынке, где погибли очень многие люди. А когда уходил Илья Пономарев, Людмила Муницкая, они же сами ушли перед выборами. Еще раз, и что? А вы знаете, что, например, даже на путинских выборах бывают случаи, когда кандидаты снимаются с выборов. Ну, бывает даже. И что вот такого? Подождите, вот например... Так из обиды на организации. Секунду, вот вы просто плохо подготовились к программе. Да вы что? Вот смотрите, вот например, Брянск возьмите, да? Там шестерки губернатора, которого сейчас избрали с грехом пополам, они взяли и перед выборами снялись. Угу. И то никто ничего не сказал. Там яблочник был какой-то там ручной, еще кто-то и так далее. Про вас-то, конечно, будут говорить потому, что вы пришли учить нас демократии. Не секунду, не секунду. Мы вас не пришли учить демократии, если вы считаете, что демократия может... И что такое честные и чистые выборы? Вот. Ну, я вам отвечаю. Демонстрация. У нас, к несчастью для вас, были выборы не чуровские. Почему не несчастью для нас? Там очень хорошо. Вот. И к несчастью для вас. Да, у вас чуровские выборы, они вам нравятся, с каруселями, с фальсификациями, годится. Я даже спорить не буду. Это ваше дело. Вот. У нас были выборы честные. То есть, были зарегистрированы впервые в истории нашей страны. Да. Впервые в истории России. Были зарегистрированы избиратели в интернете. Угу. Причем нельзя было фриков, фейков, там, ботов и так далее зарегистрировать, слава богу. А тех, кого заставляли регистрировать, как это делал мошенник Мавроди, друг Кремля, да? Тех, кого заставляли регистрировать. Друг Кремля. Тех, естественно. Ну, конечно, он на Кремле работает. Вот тех, естественно, как вы догадываетесь, мы не могли, поскольку они были принуждаемы голосованию, а принуждать голосованию нельзя, мы этих людей, конечно же, не регистрировали. И правильно делали. Но сейчас еще как раз разгорается еще один скандал именно с телефонными номерами. Которые вы, когда регистрировался там человек для того, чтобы проголосовать за кого-то. Сейчас база телефонов вышла в сеть. То есть ФСБ решило распространить базу телефонов? Ну, почему ФСБ, если это дело в Волкове? Кто собирал эти телефоны? Ни секунду. Значит, смотрите, вы лучше тогда Волкова пригласите, но насколько я знаю из его объяснений, и я ему доверяю, я считаю, он блестяще все провел, вот, он сказал, что все персональные данные граждан, имеется в виду номера телефонов, паспортные данные и так далее, они все уничтожены. Остались только персональные коды, которые нужны были только для входа в сеть для голосования. Вот что говорит Волкова. Дальше. Могло ли ФСБ, в подразделении которого находится департамент по кибервойнам и которое там организовывало кибератаку на наш сайт в момент голосования, могло ли ФСБ выкрасть телефоны и бросить их в сеть? Ответ. Конечно, могло. Вопрос. Ну во всем естественно, можно сказать, во всем иноматах вызывает. А кто это сделал? Волк? Ну, как бы жалуются-то ваши избиратели. Ну, зачем ФСБ это? Скажите, пожалуйста. А наши избиратели правильно делают, что жалуются? Я их полностью поддерживаю. Я их поддерживаю в том, что нужно требовать, чтобы спецслужбы, которые должны защищать закон, чтобы они не обнародовали эти самые данные. Теперь по поводу Пономарева вы задали вопрос. Да. Значит, Пономарев… Снял свою кандидатуру. Продолжаю с ним общаться, в частности, по делу Разважаева сейчас. Сейчас мы хотим, чтобы Разважаеву дали статус беженца ООН. И да, я читала новости. Да, вот, да. И мы с ним работаем. Я сожалею, что он снял свою кандидатуру. Я истинных причин, почему он это сделал, не знаю. Нет, но он же объяснил всегда. Но я не считаю, Анастасия, я не считаю, что это какая-то трагедия. Он имеет право участвовать в выборах и имеет право в них не участвовать. Важно не это. Важно то, что будет делать Конституционный Совет, избранный активистами интернета. Вот это очень важно, чем он будет заниматься. Первое наше действие, я считаю, очень знаковое. Это заявление, которое вчера было принято. Заявление… Которое часть членов КС не приняли, потому что еще рано, нету… Значит, объясняю, как оно было принято, если вас интересует процедура. Значит, это заявление было разослано всем членам Конституционного Совета, его поддержало подавляющее большинство членов Конституционного Совета. Это сколько? Я не помню точную цифру, но это больше 30 человек. У нас 45. Вот. И остальные, я уверен, тоже поддержат, просто они не откликнулись, да. Вот. Я считаю, что первое заявление против пыток, против репрессий, да, из-за освобождения политзаключенных, это абсолютно своевременная важная вещь. Я считаю, что то, что сейчас произошло, в частности, с Леонидом Развожаевым, которого я лично знаю, который там у нас готовил акции протестов, и с которым у нас абсолютно разные политические взгляды, поскольку он соратник Уданцова… А то, что он подписал признание, ничего не смущает, как бы, и получается сдал вообще. Меня, Анастасия, очень сильно это смущает. Меня смущает, особенно это то, что он сделал под пытками и издевательствами. От пытки… Я могу вам сказать, что, например, член общественной палаты Мария Экономик, которая взяла на контроль вот этот, никаких пыток не было. Значит так, там… Я знаю, что… И он сам еще сказал, что… Я знаю, что там были патентованные правозащитники у Развожаева, и были настоящие. Вот. Я почему-то доверяю настоящим. Так вот, настоящие, а также сам Развожаев, говорят буквально следующее. Они говорят, что он был похищен российскими спецслужбами в центре Киева, его скрутили скотчем, надели там на него то ли мешок, то ли шапку на глаза… Как пытали? Дальше держали… Я вам рассказываю, сейчас вы поймете. Сейчас мы на вас проэкспериментируем. Пытали его просто, ему три дня не давали ходить в туалет. Вы выдержите такое? Лично вы? Вы хотите три дня здесь сидеть и держать меня? Я не хочу. Я хочу, чтобы вы перестали улыбаться по этому поводу. Я… Потому что… Вы просто сказали, давайте мы экспериментируем на вас, Анастасия. Вот я обязательно. Потому что вы смеетесь, когда речь идет о серьезных вещах. Я не смеюсь. А смеяться здесь не следует. Так, хорошо. Вот я еще раз говорю, я считаю, что когда человеку говорят, что ты не можешь ходить в туалет, да, это пытка над человеком. Просто издевательство над ним. Да? Вот. Когда говорят человеку, у него двое детей, что твоих детей убьют, а сейчас тебя убедут… У вас есть доказательства того, что вы это говорили? У меня… У меня… У меня… У меня… У меня секундочку. Есть Зоя Цветова, правозащитница, выдающийся человек. Угу. И, кстати, мама Дзитко, может вы слышали про это, да? Вот. Есть Аля Каретникова, которая известный, честнейший правозащитник нашей страны. Есть Валерий Борщов. Эти три человека общались с Разважаевым. И у меня никаких оснований им не верить – нет. А вот не верить негодяям, которые говорят, что мы его не крали, он сам пришел с явкой с повинной – это как же он пришел? Вот как вы себе это представите? Пришел человек, вместе с вами он в Киеве просить политического убежища. Дайте мне статус беженца. А потом, неожиданно, через три дня, этот человек в следственном комитете говорит, что он пришел с явкой повинной. Да, думал ты, может. Ну, расскажите мне, как это случилось. А я откуда знаю? Нет, ну вы расскажите. Вы же не глупый человек. Я не глупый человек. Я иду просить статус беженца, а потом я оказываюсь у следственного комитета с явкой с повинной. Расскажите, как вы эти два события связали? То есть Константин Совет будет заниматься сейчас в данный момент судьбой Леонида Разважаева. В том числе. Не, не только. Нет, секунду. Узники 6 мая. Так. Дальше Разважаев. Да? Дальше Константин Лебедев. Угу. А посчитать? Те, которых арестовали по вот этому доносу в анатомии протеста, да? Вот. Дальше. Завтра, как вы знаете, Удальцов туда вызван на допрос. Правильно я понимаю? Вот. И скорее всего ему предъявляет обвинение о том, что он готовил государственный переворот, расчленение страны, перекрытие дорог, взрывы домов и так далее. Ну, кстати, не... Завтра мы это все услышим, да? Этот бред мы услышим. Почему бред? Он говорил, хорошо, запись была. Он этого не говорил, не обманывайте. Это говорил, это говорил балабол и алкоголь. Человек похожий на Сергея Удальцова, да? Нет, нет, нет. Значит, Сергей Удальцов ничего не говорил про взрывы домов, ничего не говорил про перекрытие дорог, ничего не говорил про расчленение страны. А это говорил... Возвращайся? А это говорил... Вы адвокат Удальцова, я понимаю. Нет, я не адвокат. Я просто хочу, чтобы мы правду с вами обсуждали. Хотя бы здесь. Мы обсуждаем с вами. А это говорил Гиле Таргамадзе. С которым встречался Сергей Удальцов. С которым, возможно, встречался Сергей Удальцов. Хотя эта запись монтирована, и мы это знаем. Он, возможно, встречался. Но это не важно, Анастасия. Важно другое. Важно, знаете что? Что? Важно, кто такой Гиле Таргамадзе. Я хочу, чтобы вы знали, кто такой Гиле Таргамадзе. Так, расскажите мне. Этот человек, он друг Саакашвили. Он депутат парламента Грузии, в том числе и нового. Вот. Дальше. Он хорошо известен в Украине, в Беларуси. И сейчас будет известен в России. Так вот. Это человек следующий. В 2010 году украинское телевидение показало замечательную запись, как Юлия Тимошенко договаривается с Гиле Таргамадзе о том, что две тысячи грузинских боевиков приедут в Донецк и поимеют шахтеров всех и членов их семей, если они поддержат Януковича. Ага. Значит, после этого это был такой пиар предвыборный перед выборами президента Украины. Выиграл Янукович, Тимошенко проиграла. Все посмеялись над Гиви Таргамадзе, поняли, что это балабол и пьяница, никто на него внимание обратил. Первый эпизод. Второй эпизод. Так финансировал, кстати. Выборы президента. Я про Гиви расскажу, про финансирование тоже расскажу, если вы не будете перебивать. Значит, Беларусь. Гиви Таргамадзе является главным фигурантом фильма на лукашенковском телевидении. Оказывается, он встречается с лидером белорусской оппозиции. Зовут его Анатолий Лебедько. Вот. И этот он, Анатолий Лебедько, возглавляет огненную гражданскую партию Беларуси. И он ему якобы дает 4 миллиона долларов для того, чтобы Анатолий Лебедько свергнул Лукашенко. Это показывает белорусское телевидение. Так даже Лукашенко не стал дело возбуждать. Потому что знает, что это авантюрист, балаболый мошенник этот Гиви. Но это как эти личные, знаете, мы можем думать. Это никакие не личные. Это никакие не личные. Это когда по телевидению показывают. Показывают человека, который в Беларуси, внимание, не в Москве, в Беларуси, в Минске, дает якобы 4 миллиона долларов Лебедько. И говорит, Лебедько, ну-ка свергни этого негодяя Луку. И после этого даже Лука, даже Лука, он более адекватный, чем Путин, даже Лука не возбуждает никаких уголовных дел. Понимаете, да? То есть... Ну все-таки. Я не знаю. Отвечаю. Анастасия, я не знаю. Я Гиви ни разу в глаза не видел. Но при этом вы нам сейчас рассказывали, что это такое. Я просто... А я вам рассказываю, почему я рассказываю. Потому что я в тесном контакте с людьми на Украине, которые эту историю знают в деталях, и в Беларуси, которые эту историю знают в деталях. Просто в деталях. Хорошо. Дальше. Дальше. Финансировал? Не финансировал? Вы удивитесь, это в данном случае вообще значения не имеет. Дальше не имеет значения. Отлично. Что он точно не финансировал, не финансировал, и то, что хочет Путин сейчас пришить вместе с Бастрыкиным Удальцову, так он не финансировал 6 мая. Вот это он не финансировал. Потому что я знаю, кто финансировал. Кто финансировал? Вы и финансировали. Я финансировала? Ну, я была, конечно. Рассказываю вам, как вы это сделали. Как? Было открыто на Яндекс.Деньги счет, так называемый кошелек Романовый. И огромное количество наших граждан, их было десятки тысяч, на этот счет пересылали деньги. Огромное количество. 140 миллионов. Отлично. И неважно. Этого нам хватило, чтобы провести и эту предыдущую акцию. Если даже вы 100 рублей дали, то нам достаточно... Я не давала 100 рублей, я просто... Да, вас бы с работы выгнали, если бы дали. Но неважно. Так вот, я просто думаю, я просто думаю, что вопрос про деньги и 6 мая, этот вопрос они за уши притянули для того, чтобы создать такую, совершенно такую гнусную, мрачную картину вот этого великого и ужасного Гиви Таргамадзе. Он уже и Березовский, и Басаев, и кто там угодно вместе взятый. Так вот, я вам хочу сказать, плохого персонажа избрали. Понимаете, авантюрист, клоун, пьяница. Вот его избрали человеком, который, оказывается, у нас переворот совершает в стране. Вот он совершил уже его. А вы просто ревнуете к ним? Я не ревнуюсь. То есть, то, что вот, как бы слава... Анастасия, я ничему не ревнуюсь. Я просто считаю, что когда фабрикуются политические дела, то те, которые являются заказчиками, должны понять, что сейчас совсем другой век. Сейчас фуфло, которое вы гоните по своему зомбоящику путинскому, его никто не съедает. Вот никто его не съедает. Вы либо серьезно готовьтесь к провокациям и к фальсификациям, либо вообще их не делаете. Вот и все. А вы серьезно готовитесь к провокациям? Нет, мы вообще к провокациям не занимаемся. И вы приведете, например, нашу провокацию. Хоть один. Я была как раз таки 6 мая. И что? В этой гуще. И то, что сидели... Да. Сидели. Сидели на мосту и не пошли, потому что я подходила и к сцене, там не было никого. Анастасия, ну, то, что сели... Замечательно, что мы были с вами, и ваш взгляд, и мой взгляд несколько отличаются. Мы, я вам рассказываю, действительно вели переговоры с полицейскими, чтобы они не устраивали провокацию, и вот эту узкую горловину входа на болотно... Совершенно спокойно можно было выйти на болотно. Отлично, вот отлично. 100 тысяч человек идут и стоят сзади. Вот такая горловина шириной 3 метра. Нам, в отличие от вас, Анастасия, показалось, что это провокация. Нам также показалось, что 15 металловых кадров... Да, сеть просто, и мы никуда не пройдем, это не провокация. Нет, конечно нет. Что мы сделали? Мы не прорывали на какие цепи. Мы сидели, мы попросили Гудкова... Минуточку, минуточку. Мы попросили Гудкова, депутата, тогда еще, Государственной Думы, именно Геннадия Гудкова. Мы попросили его вступить в переговоры с полицией на предмет того, чтобы полиция вот эти вот дебильные свои коридоры, где могли застрять люди, чтобы она их раздвинула. И Гудков это взял. Прошу прощения, у нас Михаил Шац на связи. Ваш коллега. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я сразу предупредаю, я на очень плохой связи. Так. У меня в студии Борис Немцов, ваш коллега по Координационному Совету Оппозиции, и мы обсуждаем, как вы будете дальше жить, какое будущее у вас будет. В ваше представление, что вы будете делать? Как и с чем бороться? Я прошу вас, если вас интересует нашу... ну, что-то интересует, то формулировать вопросы конкретнее, потому что я же не в Ангелии, чтобы прорисовать будущее. Мы совершенно заниматься будем конкретными вещами. Вы пишите, что вас интересует, вы спросите. Ваши первые действия? Наши первые действия и вообще все наши действия диктуются двумя направлениями, можно описать их точнее. Это первое направление, которое диктует нам жизнь в лице власти. Ну, такие события, как арест Разважаева, например, это одно из таких направлений, на которые надо немедленно реагировать. И второе направление, конструктивное, которое меня интересует гораздо больше. Это ответ на те вопросы, которые нам ставят в жизнь. Формулирование конкретных, конструктивных предложений по поводу реформы судебной, политической и так далее, и тому подобное. Вы согласны с тем, что вот это обращение, которое выпустил Навальный, вы его подписали, да? По поводу заключенной Разважаева, да? Просто была обида у вашего коллеги Каца на то, что пока это нелегитимно. Я знаю, эти разногласия, они, поверьте мне, совершенно формальны, тем более, что Максим и написал о том, что он совершенно разделяет дух этого обращения, готов подписаться почти под каждым словом. Его немножко смутил процесс подписания этого документа, что и понятно, потому что мы еще, собственно, у нас даже не было первого организационного совещания, мы еще не встречались. Мы пока только разрабатываем основные моменты, порядку и регламентам, на которых мы собираемся основываться вообще в нашей дальнейшей деятельности. Поэтому, если вы ищетесь какую-то подоплеку, раскола, то вы ее не найдете. Спасибо большое, Михаил. Пожалуйста. Буду решать. Да. По поводу шестого, да? Да, по поводу шестого. Так вот, пока шли переговоры у Гудкова с полицией, мы действительно сидели. Обращаю ваше внимание, что сидение на асфальте не является организацией мятежа, массовых беспорядков. Мы говорим о провокациях. Ни секунду. Никаких не о провокациях. Есть статья 212, которую нам шьют, да? Это там никаких слов провокации нет. Там написано «организация массовых беспорядков». Никаких провокаций. Беспорядки же были. Провокации организовали полицейские, сузив нам проход. Дальше. Мы ждали конца переговоров. После того, как переговоры не увенчались успехом, после этого мы встали, и я в том числе, и пошли на Болотную площадь, где была установлена сцена. И в тот момент, когда мы пошли, неизвестные люди в масках, которых я не знаю, и не мог узнать, поскольку они были в масках, эти люди бросились на ОМОНовцев. Внимание. Дальше действия ОМОНовцев. Я остановился. Знаете почему? Потому что парень, который со мной стоял рядом, он стал умирать. Его вздавили со всех сторон. У него потекла слюна, у него просто закатились веки, и все, он умирал. И он просто, увидев меня, знакомое лицо, сказал, спаси. Я его стал вытаскивать, это было очень непросто сделать. Я еле его вытолкал. Кстати, потом, когда у меня... Героический поступок. Потом, когда у меня был... Не героический, а нормальный человеческий поступок. Тут хихитничать не надо, да? Вот, поскольку, поскольку, потом были следственные действия, там нам стали они пытаться пришить статью Организации массовых беспорядков, сами следаки, которые у меня оба в квартире делали, вот, и в офисе, они признали, что, да, действительно, этот момент есть, у них есть записи и так далее. Так вот, когда мы, когда этого парня там пытался этой толпы выдернуть, я увидел следующую картину. Значит, люди в масках прорывают ОМОНовские цепи. Причем делают это жестко. И достаточно профессионально. После этого этих людей, ОМОНовцы, не трогают. Вот просто я видел, их не трогают. Они отбегают. А там внедрилось-то все. Вот так вот. Это все, знаете, это все занимало, все минуту-полторы. Это очень коротко все было. А то, что Илья Пономарев, да, вот здесь. Они их не трогают. Секунду. Они их не трогают. Потом они, эти ребята в масках, убегают, маски снимают и куда-то кидают. И я вдруг... И дальше куда-то они бегут. Они там, естественно, не оставались, да? Вот пока его вытаскивали, вот парня, я надеюсь, что у него все в порядке с здоровьем. После этого я пошел на эту самую площадь. Пришел на площадь, там было не очень много народу. А потому что... Я вам сейчас объясню, почему их было не много. Потому что часть, которая вышла все-таки именно на Болотную, то есть там можно было пройти. Они приходили к сцене, видели, что никого нет. Это не так. Звучит музыка. Это не так. Это неправда. Это неправда. Я там была. Ну почему не правда? Еще раз, я вам рассказываю, что там было просто. Я там была, вы мне расскажите. Туда пришел Удальцов и начал выступать. Удальцов. Удальцов произнес буквально речь там минуту или полторы. Прибежали полицейские, его скрутили и свинтили. Потом пытался, внимание, пытался подняться на трибуну Навальный. Его еще до того, как он до микрофона не дошел, тоже скрутили и бросили. Потом я взял мегафон. Мегафон взял. И там был постамент, который был предназначен для, видимо, телеоператоров. Я на этот постамент забрался, успел сказать буквально там в течение, может быть, двух-трех минут какую-то речь о том, что творится полный кошмар, беспредел, надо это все прекращать. Там все должно быть мирно и спокойно. После этого меня, и это тоже интернет знает, меня стащили полицейские и тоже отправили. На вопрос мой, а как вы на санкционированном митинге задерживаете людей, которые выступают с трибуны, я от полицейских не услышал ничего. А судья, который нам сказал, что мы участвовали в незаконной акции, хотя она была согласована с властью, я имею в виду митинг, да? Вот. Судья сказал, Борь, ну ты же понимаешь, мы же люди подневольные. Я лишусь статуса судей. Открытым текстом. А вы это не записывали? Все записывали. Это было бы более высок. Подождите. Во-первых, все записано. Во-вторых, все написано в материалах дела. Так. Все очень хорошо. Все показали. Скажите мне, пожалуйста, зачем вам все это надо? Вот я вот этого понять не могу. Вот просто... У вас нет ощущения, что вы идете... Это игра на понижение, то есть... Анастасия, я считаю, что игра на понижение это терпеть негодяев о власти еще долго. Это абсолютная катастрофа для страны. Абсолютно. Смотрите, вот недавно... Вот недавно... Вы зря улыбаетесь. Вот недавно нам сообщили, что некий господин Тимченко, долларовый миллиардер, друг Путина и главный экспортер нефти из России, 40% нефти, который эмигрировал из страны в 99-м году, не платит в нашей стране налоги и живет в Швейцарии, конкретно в Женеве, этот господин Тимченко возвращается на родину. Вот. Это очень радостная новость. По всей видимости, он боится, что его там посадят за отмывание денег. Это замечательная новость. Он возвращается на родину. Вопрос. Можно долго терпеть еще кооператив озера, который грабит страну? Вот конкретно его друг Путин отдал ему без конкурса самые крупные газовые месторождения Ямала. Буквально это случилось год назад. Он был очень мелким бизнесменом, трейдером, который по 10 тысяч он нефти продавал, в 90-е годы, а сейчас у него состояние 9 миллиардов 100 миллионов долларов. Нет, нет, нет. Вам нравится жить в стране, где друзья Путина миллиардеры, а 20 миллионов влачат жалкое существование? Вам нравится? Мне нет. Вот и все. Да, лучше было бы, чтобы у вас были друзья миллиардеры. Нет, абсолютно. Во-первых, я человек не алчный. Вы не алчный. Да, да. Загородной недвижимости у меня нет. Я живу на Ордынке. Вот это моя нормальная там квартира. Я счастлив, что она, к счастью, у меня есть. Ничего у меня особенного нет такого в жизни. Живу я совершенно нормально, спокойно, на жизнь не жалуюсь. Вот, но я такой аморальностью и алчностью, как наш режим, конечно же, не отличаюсь. Это очевидно. Очевидно. Они набивают себе карманы, они уже не знают, у них там уже эти счета, эти списки портфель и так далее. Я живу на деньги, как и вы. А где вы зарабатываете? Я зарабатываю на фондовом рынке. Причем прилично. И знаете, давно уже начал это делать. Хотел заниматься... Брукет? Конечно, я торгую на рынке, вы раз не в курсе. Все знают, а вы не знаете. Как же так? Меня интересуют только ваши политические... Дело в том, что я занимался недвижимостью и в том числе строительством офисов в Москве. Занимались мы пару лет этим. К сожалению, пришли люди в масках и весь бизнес уничтожили. Единственный бизнес, который я могу себе позволить в России, единственный бизнес, это инвестиции на фондовом рынке. Потому что это только компьютер, это только твое понимание, как устроен, собственно, рынок. И это твоя интуиция, и твои знания в области экономики. Тут они ничего разрушить не могут. Им надо для этого биржи закрыть. А политика получается у нас в качестве хобби? Конечно, нет. Нет. Дело в том, что я деньги зарабатываю для того, чтобы нормально существовать, а политика это моя судьба. Это не хобби. Просто понимаете, есть люди в стране, которые... Да, могу вам сказать, что быть в оппозиции это риск. Я надеюсь, с этим вы согласны. Это риск не только потерять свободу. Это же выборы в Которгинский Совет, это на самом деле путевка в Лефортово. И когда люди рады, что они заняли выше место, чем я, я не очень понимаю, чему они радуются. Тем, что они в очереди чуть пораньше, чем я не знаю. Это действительно риски. Это риски потерять свободу, это риски угроз твоим родственникам, это риски еще и финансовые. Это лучший способ потерять, кстати, сбережения, если они у тебя есть, потому что понятно, что прийти куда-нибудь на работу, начать зарабатывать очень трудно. ни один человек из оппозиции никого не возьмут на работу, потому что просто побоятся, что потом бизнес закроется. Вот и все. То есть вас не оскорбляет то, что вы заняли всего лишь 16 место? Меня это радует. Я же вам объясню, почему. Это же очередь в Лефортово. Я там шел. Вы 16-й. Гарри Каспаров. Еще. Третий. Третий, да. Вот это, кстати, удивительно, каким образом. И вообще, знаете, быть между Навальным и Удальцовым, Удальцов занял 21 место, и 16-е, в принципе, для меня вполне комфортно. Вот. Ну, Гарри, слушайте, он выдающийся человек, он великий шахматист. Это же очень распространенная претензия как раз-таки к Координационному Совету, то, что люди, которые действительно готовили какие-то программы, еще что-то, они даже не прошли. Павел Пряников. Подождите. А выиграли звезды. Вы знаете, ну, это не совсем так. Ну, вот я, например, Ну, первая тройка. Вот, допустим, ну, допустим, там очень хорошо прошел Михаил Гельфанд. Он человек, он человек, он человек не очень медийный, он профессор Московского государства, государственного университета, вот, он замечательно там на дебатах себя проявил, он выиграл. Допустим, Соболь выиграла. Она неизвестная была до сих пор, в общем, активистка, да, но вот она тоже прошла, да. Там тот же, там, Максим Кац, да, которого вы упомянули. Вот. Ну, он начинающий политик, он совсем молодой парень, но он тут тоже прошел. Поэтому, на самом деле... Самый муниципальный депутат. На самом деле, понятно. Но на самом деле, все-таки произошло довольно правильное «Глаз народа – глаз Божий», да. Кто-то может обижаться, но получилось так. Во-первых, у нас представители всех политических сил, плюс гражданские активисты. Во-вторых, у нас люди абсолютно разных судеб и разных профессий, что всегда тоже радует и положительно. Дальше у нас абсолютно разные биографии и разный жизненный опыт, что всегда полезно, когда люди делятся этим самым. А вам не скучно с детьми-то вот с этим? Что мне нравится? Условные дети как-то. Мне очень нравится. Мне нравятся дети, у меня их много. Политические дети. У меня и моих детей биологических много, и политических, и я, наоборот, рад за их успехи и не являюсь для них... А кто больше дает? Они вам? Или вы им готовы? Это такая, знаете, трудно оцениваемая пропорция. Это когда как. Я в некоторых узнаю себя в молодости. Я не буду называть имена, чтобы меня обижать. Но я сказал Максиму, например, что мне кажется, что он на меня в молодости похож. Но я думаю, он не очень обидится. Я считаю, что слава богу, что есть кому нести знамя свободы. Мне, конечно, не очень приятно считать себя там уже таким самым... Ну, не точно бы дедушкой. Самым дедушкой. Я еще, кстати, не дедушка. У меня, к сожалению, дочь Жанна никак не может меня сделать дедушкой. Ну, говорят, она работает на РБК, да? Почему говорят? Она там действительно работает. Мы просто спросили. Нет, она действительно работает. Она ведет программу рынка. А то, что она, например, писала для Кости Рыкова на «Взгляде», у вас вообще не смущает то, что, например, ваши дети могут работать на власть? Ну, у меня никто из детей на власть не работает. У меня Жанна работает на РБК. Это, насколько я понимаю, все-таки канал, который Прохорову принадлежит, а не власти. Вот. Я знаю, что она общалась с Рыковым. Я не думаю, что ее сильно радует эта ее строка в биографии. Вот. Но... Я так не думаю. Вот. Но она ходила со мной на стратегию 31, на Триумфуальную. Вот. Она... Кстати, что с ней со стратегией? То есть совсем... Она сдулась, конечно. Сдулась. Не, ну, поскольку сдулся Лимонов, то и стратегия, естественно, сдулась. Лимонов, по-моему, очень горячий, активен. Не, он... Я не знаю, горячий он или нет, это вам виднее. Вот. Но если говорить о его политической роли, то, ну, она, во-первых, ничтожна, во-вторых, она вредна. Потому что, когда человек злорадствует по поводу посадок, просто злорадствует, как он хотел, чтобы Гудкова посадили, написал гнусную совершенно вещь, как он сейчас хочет, чтобы Развожаева и Удальцова посадили. Мне кажется, что... Ну, человек отсидел? Не, не, не. Это не важно. Нельзя быть злорадным. Нельзя быть злорадным, нельзя быть подлым. То, что он делает эту подлость. Просто обычная человеческая подлость, которая, кстати, свойственна не только тупым людям, безграмотным, но вполне себе талантливым. А вас этого нет? Конечно нет. По подлости, да? Ну, приведите, приведите. А, то есть подслушивать вашу работу. Почему подслушивать? Вот я читаю и слушаю то, что выходит в СМИ. Да, понятно. Значит, понимаете, надо отличать публичный разговор и личный частный разговор. Я не знаю, как вы себя ведете на кухне с друзьями или с подругами. Я не знаю. Я не хочу этого знать. Но я допускаю вполне, что вы себя ведете иначе, чем сейчас со мной в студии. Вы можете допускать все, что угодно. Да, так вот я был по телефону с людьми, с друзьями и с товарищами, с которыми я имею право разговаривать так, как я считаю нужным. И ни одна сволочь не имеет права меня подслушивать. Кстати, могу вам сказать, что было возбуждено уголовное дело по тому факту. А почему вы в суд-то не подали, кстати? Вы, если дослушаете, вы поймете. Значит, под давлением нашим Следственный комитет имени Бастрыкина возбудил уголовное дело по статье 138, а именно незаконное прослушивание телефонных переговоров. Это дело расследовалось в Следственном комитете, а потом под давлением Габрилианова, который возглавляет Live News, это дело они решили спустить на тормозах, и до суда оно не дошло, просто потому, что мы даже не знаем, где оно находится. Хотя меня многократно допрашивали, и Габрилианова, первый раз скажу вам, тоже допрашивали, и сына, и отца. Так. Они грубейшим образом нарушили уголовный кодекс, они должны сидеть в тюрьме, так же, как News of the World, сидят шесть человек, которые, вы знаете, работали в Англии, тоже занимались прослушкой телефонных переговоров, и так далее. Но поскольку они работают на Путина, на режим, их решили прикрыть, и дело это слить. Единственное, что я могу сказать, дело будем продолжать. Будем настаивать, чтобы оно расследовалось, дальше, дальше, дальше. Негодяи должны быть наказаны. Для меня совершенно очевидно. Но сами вы в суд не подали. Я не могу подать. Понимаете, да? Это уголовное дело, по которому я не могу, как частный обвинитель, подать в суд. Я буду тысячу раз уже подать. Ага. Тысячу. Сначала, это значит, что должны сделать? Это должны сделать следователи, и это дело должно быть от следователей, быть передано в суд. От них. Сейчас главная проблема, и мы написали два письма Бастрыкину, и требуем от них сказать, где находится дело. Потому что дело, которое находилось в Центральном округе Следственного комитета Москвы, оно оттуда исчезло. Допросили огромное количество людей, в том числе Габрилианова, моих собеседников допрашивали, а потом это дело исчезло. Ответа от господина Бастрыкина мы не получили. До сих пор. А вы не хотите, чтобы и вот это стало одним из вопросов Координационного совета? Нет. Я считаю, что один справлюсь. И для этого помощь Координационного сайта не нужна. У нас тут некоторые вопросы поступали просто на сайт и в Твиттере. Кстати, еще раз повторите, пожалуйста, свой Твиттер. Твиттер у Бориса Ефимовича есть? Твиттер Борис. Нет, Твиттер у меня есть. И есть еще фриковый Твиттер, или как он, фейковый? Фейковый. Какой угодно, по-моему, фриковый лучше. Короче говоря, мой Твиттер это Борис Немцов. Просто пишется. Все, Борис Немцов. А фейковый это Б. Б Нижний. Немцов. Вот этот фейковый, он не нужен. Значит, еще могу по фотке сказать, что там, где я в темной майке, это правильно. Это правильная фотка. А там, где я в белой рубашке, это неправильно. Вы ни разу не сказали про Парнас. А вы меня не спросили. Я и спрашиваю. Есть ли у Парнаса сторонники за рубежом, разделяющие ваши взгляды? Ну, во-первых, я рад, что партию зарегистрировали, что у нее название теперь РПР Парнас. Вот. Я являюсь супредседателем вместе с Владимиром Рыжковым и Михаилом Касьяновым в этой партии. Мы очень неплохо выступили на этих выборах в Барнауле. Несмотря на там 10 тысяч бросов, которые там зафиксированы, тем не менее, партия прошла в Думу. Вот. Это, я считаю, неплохой результат. Я думаю, что у нас есть сторонники везде. Люди, которые разделяют европейский выбор России, люди, которые выступают за то, чтобы страна была свободной, демократической, правовой, люди, которые считают, что средний класс это основа экономики и основа стабильности в любой стране, эти люди наши сторонники. Они могут жить где угодно. Они могут жить, я не знаю, в Москве, они могут жить в Барнауле, они могут жить в Бернии, они могут жить в Берлине, где угодно. Еще один вопрос. Недавно была годовщина Норд-Оста. Почему, когда боевики в Норд-Осте обещали отпустить нескольких детей, но попросили прийти вас, вы не пошли, а пошла Хакамада? Замечательный вопрос. Я на него уже отвечал, но вам давайте его отвечу. Это одна из самых трагических историй, которая определила мое отношение к нынешней власти. Дело в том, что требование, это было чрезвычайное положение в стране, требование не ходить туда исходило от гражданина Путина. Это требование касалось двух людей всего. Лужкова, он тогда был баром Москвы, и Немцова. Я тогда возглавлял фракцию в Государственной Думе, и фракции Союза Правых Сил, и был, естественно, на этом месте. Я был в шоке от его требования, которое мне было передано не только Путином, но еще и руководителем штаба по фамилии Проничев. Был такой руководитель Проничев. Когда я спросил у Истрижемского, который возглавлял связь с общественностью в этом штабе, Сергея, в чем дело, почему он не хочет, чтобы мы пошли, он сказал, а ты спросил у Волошина. Волошин был руководителем администрации президента. Я пришел к Волошину. Волошин, улыбаясь, сказал, а он не хотел, чтобы у вас в Лужковом рейтинг рос. Он считал, что если вы придете и освободите заложников, то вы будете реально его конкурентами на следующий год. Но при этом Ирина Хакамада... Еще раз, по поводу Ирины Хакамады, Анастасии, звонков от Путина не было. Просьб у Проничева не ходить тоже не было. Вот были всего два человека, по поводу которых... Сильно ли вырос рейтинг у Ирины Хакамады? Я считаю, что у Ирины Хакамады смелая женщина. Она правильно сделала, чтобы пошла. И она много сделала для того, чтобы помочь людям. Но я вам другое скажу. Вы должны представить себе, что это за человек. Человек, который в момент, когда убивают или могут убить людей, думает о рейтинге Немцова и Лужкова, а также своем, этот человек президентом быть не может. Не так ли? Следующий вопрос. Ну, правильно вы отвечаете. Политкорректно. С учетом ваших политических амбиций, если бы вы были президентом России, как бы вы отреагировали на арабскую весну и на ситуацию в Сирии? Все разное там. Надо отличать. Меня абсолютно не устраивает, я считаю, абсолютно неправильно то, что было в Ливии. Абсолютно. Катастрофа полная. И вот это убийство такое просто садистское, такое животное убийство Каддафи, это вообще никогда в жизни с этим и смириться, и согласиться нельзя. Полная катастрофа. Египетский сценарий, он был гораздо более такой, я считаю, более удачный, чем ливийский, так скажем. По крайней мере, то, что не убили Мубарака уже, хотя он старый пожилой человек и так далее. Я могу вам другое сказать. Все арабские революции возникли ровно по той причине, что диктаторы не хотели уходить. Значит, Мубарак правил 28 лет, египтяне, если вы были в Египте, вы, наверное, должны, они его просто ненавидели, он их достал. Этот Каддафи, сколько бы он там социальных благ не предоставлял, он правил 42 года. Вашим родителям столько. Понимаете? Нет, чуть постарше. Да, невозможно это терпеть 42 года. Поэтому, вообще, причиной любой... То есть, проскочится новых лиц, Совершенно верно. Есть усталость. Достал. Знаете, какая главная проблема власти? Она иногда достает. От нее тошнит. Им нужно уходить. Ведь вы думаете, просто так, что ли, говорят, два срока и до свидания? Ровно потому, что достал. Я вас наблюдаю 15 лет уже. Секундочку, я не во власть, Анастасия, я не во власть. Вы у меня... Анастасия, вы знаете, вы меня начали наблюдать, когда я уже не был членом правительства, сообщаю вам. Нет. Да. И раз вы так сказали. Вы сказали, что я... Я раз сообщаю вам, я в правительстве не работаю 14 лет. А я 15 лет застала. А, то есть, а, 15. То есть, один год вы застали. Я 14 лет не работаю в правительстве. Какие ко мне вопросы? Но при этом вы же есть и... А вы хотите, чтобы я умер? И почти новых нет. А вы хотите, чтобы я умер, да? Нет, зачем? Зачем? Мы говорим, про людей, которые цепляются за власть. А вы за нее не цепляетесь? Нет, секундочку. Конечно, нет. Конечно, нет. А чем вы занимаетесь? Скажите мне, пожалуйста. Я борюсь с негодяями, которые воруют в моей стране. Вот и вся история. Это не борьба за власть. Это борьба за власть, безусловно. Это, конечно, борьба за власть. Но я за нее не цепляюсь. Потому что я не привожу Я за нее не цепляюсь, я за нее борюсь. И, конечно. И это абсолютно нормально. Это абсолютно правильно. Все люди, которые не согласны с ворами и жуликами должны с ними бороться. Это абсолютно нормально. Вы радоваться должны, что такие люди есть. Нет, я очень радоваться. Вы должны радоваться. Вы можете себе представить, вы уже бабушка, а Путин все еще сидит в Кремле. Прекрасно, я за стабильность. А вы за стабильность? Я лично за стабильность. Пусть будут одни и те же лица. Да? Вот такие вот покрытые мхом уже такие, уже совершенно офигевшие от того, что происходит, зажравшиеся, непонимающие, маразмирующие, уже набившиеся все карманы и так далее. А давайте без личных оскорблений. А это не оскорбление. Это все, что бывает с людьми, которые цепляются за власть, всегда одно и то же. Сначала они честные, сначала они принципиальные, они хотят что-то сделать для страны, они альтруисты, они не воруют и так далее. С этого всегда все начинается. Каддафи с этого начинал, Мубарак с этого начинал, Бен Али с этого начинал, и Ассад с этого начинал. И Путин с этого начинал. Все они начинали с этого. То есть вы проводите вот эту линию, да, с арабской... А их объединяет то, что они цепляются за власть ценой судьбы своей страны. Понимаете? Надо вовремя уходить. Вы считаете, что такой сценарий возможен в России? Я очень не хочу такого сценария для России. Нет ни одного человека в Координационном Совете, который бы хотел вооруженный сценарий для России. Я вам уже сказал, что мы Тесакане взяли в список, ровно потому, что он против мирных сценарий. А мы вошли в список только тех, кто за мирный сценарий. Я очень не хочу. Но только я могу сказать, что причина революции не в оппозиции, а во власти. Если бы Путин ушел, не было бы никаких Болотных и Сахарова. Я вам гарантирую, никто бы не пришел. Ни один человек. А из-за того, что он цепляется и уже всех достал, люди стали выходить. Им надоело просто. Просто надоело. На самом деле, как бы и Болотное... Путин все еще президент, а Болотное сдулось тоже. Количество людей, которые на ваш... Это вам бы так хотелось, Анастасия. Ну, я была просто... Я знаю, как было страшно на Сахарова зимой. Страшно почему? Потому что нас было много, а путиноидов мало, что ли? Поэтому страшно было. Страшно было от количества людей, да. То есть вы народ боитесь? Я не боюсь его, я просто боюсь количества людей. То есть вы боитесь народа? То есть когда на шистские шабаши собираются, вы не боитесь. А когда нормальные люди, тогда вы боитесь. Еще раз повторяю свой вопрос. То, что было зимой, это было действительно очень много людей. А марш миллионов, ну... Ну, Анастасия, давайте перестанем врать по себе и вообще зрителям, да. Значит, у нас было три мероприятия за последние несколько месяцев. Первый, 6 мая, было больше 100 тысяч человек. Второй, 12... Нет, больше 100 тысяч человек, я думаю, 150. Второе мероприятие, 12 июня, да, марш миллионов, где мы приняли манифест свободной России, больше 100 тысяч человек. И третье мероприятие действительно было меньше народу. Это правда. Одни говорят 40 тысяч, другие говорят 60 тысяч. Было меньше народу. Это я признаю. Вопрос. Зачем тогда называть марш миллионов? Одну минуту, одну минуту. Потому что миллионы людей нам сочувствуют, нас поддерживают. Вот и вся история. Миллиарды, давай. Нет, миллиарды это у вас в Твиттере, а так это действительно миллионы. Это показывает опросы. Если вас это интересует, сколько народу поддерживает оппозиция, я могу сказать, не менее 20%. 20% от взрослого населения это 22 миллиона человек, чтобы вы понимали. Поэтому марш миллионов это нормально, это правильно. Вот сейчас я про другое. У нас, понимаете, вот у вас, вы с утра просыпаетесь, у вас может быть бодрое состояние, вы можете грустить, вы можете там, я не знаю, активничать, можете наоборот сидеть, пить кофе или уткнуться в компьютер. Разное состояние. То же самое у протеста. Протест может быть на подъеме, потом он может быть на складе, потом опять на подъеме и так далее. Я знаю, что кремлевские пропагандисты хотят объявить, что все умерло. Объявляйте, успокаивайте себя. Я вам только одно... Это просто факт. Я вам только одно... Было больше народу, стало меньше. Я понял, я вам больше скажу. Раньше была такая же история. Вот смотрите, был марш у нас, был Сахарова, была Болотная, правильно вы говорите. Потом у нас была Якиманка, помните, да, в феврале это было. А потом у нас было всего 20 тысяч человек на Пушкинской. И было это 5 марта. А 10 марта на Арбате. У нас было 25 тысяч человек, тоже мало. И вы тогда радостно сообщили о том, что все умерло, протест, скис и так далее. А потом вдруг что у мая пришло опять 100 тысяч. Понимаете, это такой волнообразный процесс, да? А, ну то есть сейчас волна вниз просто пошла. Возможно. Возможно, я не спорю. Я, кстати, с этим не спорю. Возможно. Только не надо думать, что она пошла и исчезла. Вот это неправильно. Она пошла вниз, потом она пойдет наверх. Почему я думаю, что пойдет наверх? Пойдет наверх она по той простой причине, что доверие к Путину неуклонно снижается. В нем разочаровываются. Некоторые более нейтральные люди, они считают, что он уже устал, достался, с этими журавлями летает, с ума сошел и так далее. Те, кто получше его знают, понимают, что он угроза будущему стабильности страны и так далее. Те, кто еще побаивается, они на кухне об этом говорят по-разному. Есть тренд, тенденция. Эта тенденция изучена социологами. Не мной. И не оппозиции. А изучена Фондом общественного мнения, изучена Левадой. Тенденция, очень неприятная для вас, состоит в том, что Путин теряет каждую неделю полпроцента сторонников. Полпроцента. То есть в месяц он теряет где-то около двух процентов. А вы приобретаете, да? Вы хотите сказать, что вы приобретаете? Нет, позвольте, я договорю. Это означает, что освобождает огромное количество людей, разочаровавшись Путина, начинают думать, а на кого, в общем, ориентироваться. И здесь момент истины. И здесь момент истины. Не на кого. И здесь момент истины. Есть представители так называемой ручной оппозиции, там Жириновский, там Зюганов и так далее. Есть представители настоящей оппозиции, там Координационный совет, есть партии, которые там недавно зарегистрированы и так далее. И сейчас действительно возникает серьезный вопрос, на которого нет пока ответа. А именно вопрос такой. А кого люди будут поддерживать и за кем эти люди пойдут? Пока сейчас такая вот, я бы сказал, аморфная ситуация на этом фланге оппозиционно. Но важно другое, важно другое. Важно то, что тренд, о котором я говорил, путинский тренд, он вниз. И никаких шансов, что он вернется. Но при этом за него голосует. Да голосуйте сколько? Еще бы вы у него работаете. За кого вы еще голосовать-то? Вас выгонят, вы сейчас скажите, что вы за кого-нибудь другого голосуете. Вот поэтому вы правильно говорите, все, вы молодец. Я просто всегда найдется человек, который голосует за Путина. Это будет сам Путин и вы. Смотрите, вот есть тренд. Пол процента в неделю теряет человек. Это означает, могу вам сказать, что к концу года, к концу года. Так какие лица? Хорошо, но мы предположим, Путин уходит. Окей. Он говорит, да, да, все, я устал, я ухожу. Кто? Дальше, дорогая Анастасия, пройдут в нашей стране честные, свободные выборы. Там надо хотя бы каких-то кандидатов. Совершенно верно. Рассказываю, как я считаю, надо сделать оппозиции. Не могу за преемников Путина говорить, как они там будут решать, я не знаю. Вот давайте. Я считаю, что оппозиция должна выдвинуть одного кандидата. Этого кандидата нам придется определить на основе определения уровня общественной поддержки. То есть на основе праймарис для этого кандидата. В этих праймарис должны участвовать как можно больше избирателей. 80 тысяч, которые участвовали в выборах Конституционного Совета, недостаточно, я считаю. Конечно. Ну это вообще не цифра. Совершенно не цифра. Я согласен с этим. 80 тысяч недостаточно. Должно быть гораздо больше. Слава Богу, сейчас благодаря Волкову, айтишникам нашим, мы научились этих людей вот таким образом в интернете как-то привлекать к этому общественному действию. Это только начало, я надеюсь, будет продолжение. Я думаю, что к моменту, когда надо будет определить единого кандидата, вот за этого единого кандидата может проголосовать не там не 80 тысяч, не 30 тысяч, а хотя бы там 500 тысяч до миллиона человек. Как за кандидата. Я считаю, что все участники этого праймарис должны подписать соглашение. Что если они проиграли, они не участвуют и поддерживают. Я думаю... Как-то все-таки, а например, вдруг завтра все, надо выдвигать? Кого бы вы выдвинули? Отлично. Я же вам еще раз говорю. Я считаю, что это может... Алексей Навальный. Нет, Алексей Навальный выиграл выборы. Да. Причем с большим отрывом. Очень большим. Ну, потому что... На массив... На массив... Не важно, почему, просто выиграл вот там, где участвовал 80 тысяч человек, там он выиграл. Значит, он, безусловно, должен участвовать в праймарис. Дальше победит он большие праймарисы, где будет не 80 тысяч, а миллион, или нет, я не знаю. Возможно, эти праймарисы должны быть не в онлайне, а в офлайне. То есть, возможно, их надо проводить там на больших площадках, так как это мы делали на Трубной площади, когда люди приходили и голосовали прямо там с документами на Трубной площади. Возможно, надо так сделать. Но совершенно очевидно, что не путем договоренностей кулуарных мы должны решать, кто из нас там кандидат, кто лучше, кто хуже, а дать возможность отрежать людям. Вот кого люди поддержат, тот и, собственно, должен быть кандидатом. Дальше. Я ответа кто? Не знаю. Не потому, что я скрываю. Ну, хорошо. А кого бы вы хотели видеть? Я бы, знаете, кого хотел видеть? Я бы хотел видеть... Нет, не имя. Я бы хотел видеть не имя, а человека с вполне понятной позицией. Человек с позицией. Позиция такая. Первое, что я сделаю. Вот человек, который поддержит следующее. Первое. Я запрещу самому себе избираться больше двух раз президентом. Запрещу. Я не буду. Я изменю конституцию. Вот два раза точка. Дальше. Я сделаю срок своих полномочий не 6 лет, а 4 года. Третье. Я отменю цензуру на телеканалах. Я проведу антикоррупционное расследование преступлений за последние годы. Обязательно это сделаю. Вот. И я самое главное увеличу полномочия парламента, который будет меня контролировать. И будет иметь право объявлять мне импичмент. Вот человек, который подпишется под эти программы, это будет мой конституцию. Мне нравится, что вы надиктовали, и все это звучало от первого лица. Но, в принципе, голосуйте за Бориса Ефимовича. Ну, это... То есть вы решили изменить Путину прямо в эфире? Не-не-не-не. Он вам этого не простит, вы знаете. Я боюсь. Вы уволены сейчас будете после эфира. У вас в онлайне идет эфир? Вряд ли, вряд ли. Вряд ли? Ну, я надеюсь... Он же интернет не смотрит, так что вы не волнуйтесь. Если только... Ну, если уж ваши телефоны слушают, я думаю, что... Если только Песков... А телефон мы унесли специально, чтобы вас не представлять. Ничего страшного. Я думаю, что здесь... Здесь нет никакого телефона. Смотрите, микрофон. Да, ну ладно. Я понял, да. Вы решили меня поддержать. Я вам приеду. Это неприятно, конечно. На самом деле, мы уже час с вами разговариваем. Да. Для меня просто скажите, вот чем хорош Координационный Совет? Я не могу понять... Отвечай, Анастасия. Анастасия, Координационный Совет хотя бы хорош тем, что он альтернатива власти. Я вам могу сказать, без альтернативы... Назло. Без... Нет, не назло. Без конкуренции... Послушайте, так же, как без конкуренции мы не сможем собладать с ценами и с качеством товаров, так же без конкуренции в политике никаких перспективов у страны нет. А позиция, это как такие волки-санитары в лесу. Они всю эту шваль, которая бегает там по Кремлю и Белому дому, приводит в чувство. Вы должны на нас... Вы... Зачем шваль? Послушайте, вы должны на нас молиться. Зачем вы обижаете? Молиться. Знаете почему? Шваль, да? Я вам объясняю, я вам объясняю, я вообще не про население. Я сказал про тех, кто цепляется за власть. Я слово население не употребляю в жизни. Ну, назвать людей, которые... Ну, на самом деле, вы тоже были в Белом доме? Сколько? А, то есть... Вы как библиога. Конечно! Кто бегает по Белому дому, у вас в дистанции президента шваль? Хорошо. Те, которые цепляются за власть, воруют, врут, сажают в тюрьму, конечно, шваль. Конченые. А те, кто работает просто вот там... А те, кто работает просто, замечательные люди. Уважаемые люди, которые просто работают в Белом доме, вы не шваль. А те, кто цепляются, воруют и сажают, шваль. Повторите, повторите. Да я надеюсь, что... Ну как, вы же повторяете сейчас. Повторяйте, я не буду же вас перебивать. Не, ну что вы не будете, понимаете? Вот надо отличать. И мне кажется, тут поясничать не стоит. Я еще раз вам говорю, если бы он думал о родине, высокопарно скажу, он бы ушел. Ну, мы уже выяснили, что есть тонкая грань между цепляться за власть и за нее бесконечно бороться. Я же правильно понимаю, да? Нет, цепляться за власть. Это пытаться сидеть, вывести людей из себя, довести страну до революции, наворовать так, чтобы из ушей вылезало. Вот это и есть цепляться за власть, понимаете? А бороться за власть, это участвовать в дебатах, как мы с вами, это участвовать в выборах, это бороться на прайморе за то, чтобы быть единым кандидатом. Это называется бороться за власть. Это разная история, понимаете? И слова разные. Уважаемые зрители, наш эфир подходит на самом деле уже к концу. Ну, мы уже часто с вами поговорили. Замечательно. Я очень рада, что вы пришли, Борис Ефимович. Спасибо за приглашение. Было приятно с вами общаться. Мне ужасно тоже приятно. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!